Предками Мариеты Марии Ростиславовны были потомственные дворяне. В графиню Анастасию мать Марии был влюблен сам Шаляпин, но отцом девочки стал граф Ростислав Капнист. После революции семейство переехало из Петербурга в город Судак. С приходом к власти большевиков отца шестилетней Марии, так же как и ее тетю, арестовали. Усадьба Капнистов после многочисленных обысков оказалась полностью разрушенной. И только благодаря крымским татарам мать и дочь, переодетые в крестьянскую одежду, смогли сбежать. Находясь в Ленинграде, юная Марияетта поступила в театральную студию. Педагоги уже тогда отмечали великолепный талант будущей артистки и прочили ей большое будущее. Но и тут вновь начались гонения. Мария попала под арест по обвинению за антисоветскую пропаганду и шпионские связи. Девушке вынесли приговор в 8 лет лишения свободы, но отсидеть ей придется все 15. Этапы пересылки лагеря и ежедневный каторшный труд. Ей приходилось работать на рудниках, лесоповалах и обжигать кирпич. От карагандинского лагеря у Капниста остались особые воспоминания. Изнуряющая жара, палящее солнце пустыни и бьющий в лицо ветер с песком. Заключенные уходили из жизни каждый день, но хрупкой, сильной духом девушки дворянских кровей удалось выжить. Она не отказалась ни от своего рода, ни от своей фамилии. Здесь же, на поселении, у нее случился роман с заключенным, и она забеременела. Рождение дочери рады вдохнуло новые силы в Марию. Дочь отправили в детский дом, и долгие годы Мария жила лишь мыслью о воссоединении со своим ребенком. Освободившись из лагерей, Мария в 44 года выглядела старухой. Не имея ни жилья, ни средств к существованию, она ночевала на вокзале и улице. Чтобы прокормить себя и дочь, ей пришлось устроиться дворником неподалеку от студии Довженко, где ее и увидел режиссер Юрий Лысенко. Именно он предложил 45-летней Марии сыграть эпизодическую роль. Так началась творческая жизнь графини Рудников. На счету великолепной, неподражаемой артистки свыше 100 ролей. Она была графиней, ведьмой, цыганкой и волшебницей. Всегда искреннее, как на сцене, так и в жизни. И именно такое ее запомнили зрители и любящие поклонники. К сожалению, ее жизнь закончилась трагически в 80 лет. Она никогда не спускалась в переходы, видимо, прошлое оставило неизгладимый отпечаток. Переходя оживленную трассу напротив киностудии Довженко, она попала под колеса автомобиля. Дочь актрисы Радислава Капнист не стала актрисой. Женщина более 30 лет проработала на Харьковском авиазаводе. Она вышла замуж и родила двух сыновей, которые уже сами стали отцами. Ну а в память о своей маме Радислава создала фонд памяти и выпустила книгу, куда вошли все ее воспоминания и архивные публикации. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.